МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопрос таков. Те санкции, о которых принято решение, но которые отложены во времени в своем введении их отложенного времени. Например, в Италии аргументируют это так. То перемирие, которое есть, прекращение огня, есть необходимость дать определенный импульс этому перемирию для полной реализации этого плана. Соответственно, именно по этой причине введение нового пакета санкций было отложено. Вот как дальше Европа будет? Какой ориентир будет для Европы? Что должно происходить для того, чтобы эти санкции все же были введены? Или же было принято решение о том, что они не выводятся? Ну, тут напрямую все зависит от того, насколько будет соблюдаться тот мирный план, который был утвержден на встрече контактной группы в Минске. А Европа как бы такими шагами дает понять, ну и кто-то из европейских лидеров уже недвусмысленно заявлял напрямую о том, что если Россия не будет нарушать перемирие, надо понимать, что действительно уже Европа и Америка не сомневаются в том, что Россия здесь играет основную роль. Роль агрессора, именно она поддерживает беспорядки, вот эти вот мятеж на Востоке. И фактически сейчас показывает ситуацию, что даже уже Меркель, которая занимала еще недавно достаточно такую осторожную позицию по отношению к России, ну что понятно, потому что там германский бизнес завязан серьезно на России, даже она уже заняла жесткую позицию, потому что стало очевидно, Европе, Западу стало очевидно, что именно Россия главный фактор, ответственный за конфликт на Востоке Украины. И поэтому Запад как бы дает ей понять, очень четко вот он взялся, ну это я бы не сказал дрессировку, но какая-то такая стимул, да, именно стимул конкретный, если ей дают возможность. Если она уберет войска, санкций не будет. Не уберет войска, не будет дальше развивать ситуацию, значит снова санкции таки будут приняты. Что имеем на сегодняшний день? Наращивание идет, присутствие Российской Федерации, да, вот все каналы сообщают. И речь идет о том, что на самом деле мы несем человеческие жертвы вследствие прекращения огня. Вот 4-5 человек по разным данным погибли. Ну, пока что здесь вот важно понимать разницу между возобновлением военных действий. Часто средства массовой информации, к сожалению, сейчас часто путают вот разницу между восстановлением военных действий и мелкими локальными конфликтами. То есть понятно, что какие-то мелкие банды контролировать никто не может, да. Они все равно могут быть какие-то действия, мелкие стычки, там все равно будут какие-то небольшие огневые конфликты. Но до тех пор, пока не будет серьезных вот такого, как попыток или наступления, попытки, допустим, взятия Мариуполя, взятия городов, то есть серьезного противостояния. Когда будет очевидно, что это решение принято не на уровне там какой-то локальной местной банды террористов решения напасть, а на уровне руководства ДНР, тогда да, это естественно уже может выглядеть как нарушение перемирия. А вот кто должен осуществлять этот контроль и насколько он может быть осуществлен в тех условиях, которые сейчас там происходят? Вот ОБСЕ говорили, да, вот какой механизм? Да, с одной стороны ОБСЕ, но я понимаю, что во всей полноте еще контроля нет существования. Это одна из частей плана, когда люди из ОБСЕ будут полностью контролировать ситуацию, ну, наблюдать, по крайней мере, наблюдать, что там происходит. Пока что там есть часть наблюдателей, но они не дают полной картины. Вот реально, когда этот план будет реализован по введению контроля, реально ли проконтролировать все участки границы сейчас или все участки фронта, скажем так? Все участки границы проконтролировать нельзя, но можно сделать остальные маркеры. Ну, то есть, если это будет грубое нарушение перемирия, это будет заметно. То есть, опять-таки, локальные столкновения могут быть с использованием там нетяжелого стрелкового оружия, например. Вот, но естественно, что если будет серьезный конфликт, серьезная война, ну, такие военные действия, то, конечно, это будет заметно. Но опять-таки хочу подчеркнуть, что здесь основной фактор, и Запад понимает, что здесь все зависит от России. То есть если санкции и давление Запада сейчас оказывает влияние на Россию, и Россия не будет эскалировать конфликт дальше, то не будет этого конфликта. То есть вопрос в том, насколько сейчас Путин заинтересован в сохранении мира на этой территории. То есть таким образом нужно контролировать не только линию фронта, но и реально границу России и Украины. Потому что на самом деле продолжать вводить военную технику, это значит нарушать вот этот договор. В принципе, да. Один из пунктов предусматривает именно контроль за границей. Но в то же время надо понимать, что эти пункты еще не реализованы, не вступили в действие. То есть пока что был принят мирный план, который обозначил рамки, как все это будет проходить. Это перемирие сейчас создало условия для реализации мирного плана. Вы вообще верите, что Путин пошел на этот шаг ради мира? Путин пошел на этот шаг не столько ради мира, но дело в том, что действительно реакция Запада сейчас беспрецедента в последнее время. Надо сказать, что действительно Порошенко очень много удалось сделать по дипломатической линии. И я считаю, что Путин такой реакции не ожидал, которая произошла резкой. Прежде всего от Британии, когда Кэмерон заявил, что мы просто экономически уничтожим Россию, если она не отступится. Когда Меркель, которая занимала такую позицию и нашим, и вашим, она тоже четко выступила сейчас против России. А вот Путин реально думал, что они не будут выступать столь жестко? Действительно он думал, что будет это все прощаться или как? В принципе, да. Посмотрите, сколько уже этот конфликт тянется. И понятно было, да, участие России в нем было понятно. Но Европа, как и его очень вяло. Бюрократическая машина европейская. Ну, вы видели. Даже когда сбили Боинг, и то не было такой жесткой реакции. И только вот сейчас как-то, да, как-то все накопилось, наросло, и Запад, наконец, начинает ощущать. Вы понимаете, в Европе люди, они не ощущают этой опасности. В принципе, ну, не особо их интересует, что происходит в Украине. Они живут там своей жизнью, у них все хорошо, все нормально, и вот нет этого ощущения угрозы. Вот сейчас постепенно стал до них доходить. Например, ну, эту угрозу больше всего ощущают поляки, ощущают Прибалты, которые понимают, что Россия, в принципе, может не остановиться. Она пойдет и в Польшу, и Прибалтику. Они ощущают. А Западная Европа, ну, у них нет такого ощущения. Они пока для них это, правда, определенно какая-то, ну, один из таких мировых факторов, который не самый важный в данный момент. Как вы считаете, Меркель задумывается над тем, что когда-то в Горбачевские времена была объединена Германия, да, и сейчас, так же, как Путин говорит по поводу там развала Советского Союза, что это на самом деле там все неправильно. Вот он может точно так же сказать по поводу там Восточной Германии. Ну, теоретически, как бы, как некое отдаленное такое событие. В принципе, возможно. Это вполне вписывается в его логику, потому что Путин создает Советский Союз. То есть мы видим, что сейчас происходит. Ну, ситуация с Казахстаном, когда Путин заявил, что такого государства вообще никогда не было. И сейчас там будут проводиться ученики и российских войск на границе. Мы видим ситуацию с Эстонией, когда похищают сотрудника спецслужбы эстонской. То есть Путин на самом деле все равно пытается вот это вот проводить свою идею фикс. Это возрождение Советского Союза. Ну, и, собственно говоря, если у него есть идея фикса возрождения Советского Союза, то почему бы у него не быть идеи возрождения и европейских государств, как социалистических республик, которые в свое время были сцелитами Советского Союза. Ну, такие буферные зоны, да? Был Советский Союз с республиками, была буферная зона, там, соцлагерь. Да, которые формально считались независимыми государствами, но фактически очень сильно зависели, ну, практически полностью зависели от Москвы. А вот у него в планах, как вы считаете, действительно возродить примерно такую же схему? Вот ему необходима эта буферная зона? И где она может быть, на самом деле, в его каких-то желаниях? Я думаю, да. Ну, в принципе, я думаю, что он руководствуется принципом, чем больше, тем лучше. То есть он считает Россия, ну, мне так кажется, что вот его подход в том, что зона интересов, да, Россия, она фактически распространится на весь мир. Но ограничена теми возможностями, которые сейчас в России есть. То есть какими-то этапами. Вот сейчас у него есть желание присоединить обратно республики, которые были советскими. А потом, я думаю, он будет пытаться расширить, естественно, расширить свои влияния на Европу, на бывшее государство социалистического лагеря. Что вы думаете по поводу военной помощи Украине? Ну, военная помощь, да, я думаю, что военная помощь в любом случае так или иначе будет оказана, но она будет оказана, естественно, неофициально. Вот смотрите, Украина может сама противостоять российской агрессии, хотя и нуждается при этом в помощи западных партнеров. Вместе с тем, вмешательство НАТО в конфликт на Донбассе нежелательно, так как возможно лишь при условии, что он станет полномасштабным. Это говорит Андрей Дещица, экс-министр МИДа украинского. Ну, как, естественно, сейчас в данный момент, да, прямое введение каких-то войск НАТО, это означало бы вообще начало третьей мировой войны. Это сейчас нереально. В то же время говорить о том, что вот украинская армия сейчас может противостоять российской в открытую, ну, я бы не стал. Да, вот это было достаточно смелое заявление, потому что мы будем объективно смотреть на вещи, и вооружения очень сильно отличаются, количество состава отличается, уровень подготовки отличается, и, ну, абсурдно было бы сейчас вот Украине воевать с Россией в опыте. Значало бы очень многое потерять. Ну, представим себе, что вот начались такие вот лобовые действия, начались, началась, и украинская армия проиграла, а Россия получает право фактически продвинуться дальше и занять еще больше территорий. Этого нельзя делать. В данной ситуации вот именно очень важным фактором Украины, фактором победы Украины в этой ситуации является именно участие государства, вообще государства всего мира, прежде всего Европы и США, которые должны понимать, что они заинтересованы в том, чтобы агрессию России в Украине остановить. Потому что если она не будет остановлена, то эта агрессия будет развиваться дальше. Вот в Италии не исключают, что в целом намерение у Рима есть помогать Украине в военной форме, но этот вопрос должен быть вынесен для обсуждения в национальном парламенте. Ну, естественно, конечно, есть процедуры определенные бюрократические, их никак нельзя миновать. Тем не менее, Украина может рассчитывать на весомую помощь в вооружении, поставки вооружения, например, в ближайшем будущем, как вы считаете? Наиболее реальные кандидаты, как говорят эксперты, это Соединенные Штаты Америки, если на двусторонней основе, Соединенные Штаты Америки, Канада и Польша. Понятно, очень деликатный вопрос с поставками оружия. Поэтому, еще раз говорю, официально, возможно, как сейчас происходит, многие страны сделали заявление, что они не будут поставлять. Но даже какие-то поставки, понимая заинтересованность, политика такая штука, то есть есть дипломатия там, где делаются официальные заявления, и есть какие-то определенные действия, которые не официруются. В данном ситуации я бы сказал так, что если Запад осознает реально всю угрозу, которую представляет для него ситуация и экспансия России на Востоке, я думаю, что каким-то образом это оружие может быть поставлено, то есть способы всегда могут найтись. Что означает для Российской Федерации поставки вооружений в Украину? Ну, прежде всего, большие сложности и военные потери, конечно. То есть, даже сейчас, вот если мы посмотрим на то, что происходит, Россия на самом деле не в таком выигрышном положении, как вот пытается Путин показать и пытается показать российская пропаганда. Сейчас, ну что, Путин там, да, по каким-то данным, ну, сколько, 6 тысяч, покажется, ввел, да, военнослужащих, не более того. И то, что ему удалось сделать, ему удалось сорвать взятие украинских войсками Доненска и Луганска. Но в данной ситуации одно дело вот сорвать такое наступление, и совсем другое дело, это продвигаться самому. То есть, фактически, если Мариуполь, допустим, тот же, вот, в котором там стояли российские войска, будет адекватно защищаться, и население будет стоять на украинской стороне, то, ну, только одно взятие этого города, по каким-то военным критериям, оно может занять не меньше нескольких месяцев, и длится с огромными потерями. То есть, а у Путина в этот момент, каждое пребывание российских войск, потери, погибшие, которые отправляют в Россию, оно формирует оппозицию внутри страны. И это, вот это становится, то есть, чем дольше Путин держит свои войска здесь, тем больше падает его власть там, тем больше возникает рисков для падения его власти в России. Поэтому, естественно, что любые поставки оружия, они крепляют украинскую армию. Укрепление украинской армии, соответственно, уделает менее возможным какие-то действия армии российской. Соответственно, конфликт затягивается, для России возникает серьезная внутренняя угроза. Как вы считаете, почему Путин открыто не ведет войну? Ну, в плане том, что почему вот открыто российские солдаты, там, со знаками отличия, они заходят в Украину? Почему они скрывают это все? Это была бы откровенная экспансия, откровенная война, и Запад должен был реагировать совершенно адекватно. Как бы мог тогда реагировать Запад? Во-первых. Какой реакции тогда можно было бы ждать от Запада? Ну, здесь, возможно, да, это могло послужить началом Третьей мировой войны, действительно. Это было бы серьезное, но откровенное вторжение, война, нападение одной страны на другую, неприкрытое. И здесь было бы понимание, что российскую армию нужно как-то останавливать. И, скорее всего, да, это действительно могло стать риском для Третьей мировой войны, причем, в которой Россия выиграть не может никак. То есть это какая-то окраска дипломатических отношений? Это вот так называемая новая... То, что преподносит Путин и то, что воспринимает Запад. Это, скажем так, такая гибридная война, то, что сейчас называется. Это факторы, когда... Ну, и они соответствуют характеру Путина. То есть фактически формально, вот как бы он утверждает, Россия, дипломаты с честными глазами утверждают, что там нет наших никаких войск. Войска в реальности есть. Но формально это позволяет, такие заявления дипломатические позволяют, а, не предпринимать военных действий Западу, то есть тоже как бы закрывать глаза на это официально. И... А Россия постепенно-постепенно проводит вот в своей экспансии, проводит свой захват. То есть это самая война нового типа, о которой говорилось. История с Путиным нам известна, история с Крымом нам известна. Значит, была оккупация территории де-факто, потом проведен референдум, и как бы по результату демократического референдума эта территория была присоединена к Российской Федерации. Что касается Донбасса, там тоже понятно, как может раскладывать свои пазлы Путин. Тоже через какие-то, может быть, референдумы, может быть, он не заинтересован в присоединении этих территорий, а в замораживании конфликта на сегодня заинтересован. Но там понятно. А вот предположим, если этот коридор в сторону Крыма, вот через Мариуполь, будет проложен, как Путин объяснит существование этого коридора для международных наблюдателей, для международной общественности? Ну, я, честно говоря, сомневаюсь по той же простой причине, что достаточно тяжело это сделать, и нет потенциала сейчас. У Донецкой и Луганской республик нет такого военного потенциала, чтобы такой коридор проложить. А Путину придется ввести очень большое количество войск. То есть тех 6 тысяч, явно не хватит, чтобы такое сделать. И тогда действительно станет очевидным, что это война. Именно поэтому я думаю, что Путин не пойдет на такие действия. Потому что для всего мира будет очевидно уже понятие, что будет ни Донецкая, ни Луганской республики, что и российские войска, и будет адекватная реакция. Но тем не менее, Мариуполь — это Донецкая область. Сейчас вот поступает информация, что люди не верят в то, что будет мирно и готовятся к войне. И это правильно. Как вы считаете, все же будут какие-то попытки овладеть Мариуполем со стороны России? — Опять-таки, зависит от того, в чем заинтересован сейчас Путин. По некоторым факторам Путин заинтересован в том, чтобы из этого конфликта мягко выйти, не развивать военный конфликт. Слишком много погибших. Слишком много погибших молодых ребят российских, которые привезли. И это сеет протесты. У Путина, в принципе, нет вот этой вот заинтересованности. Но он бы иначе вообще не пошел на это перемирие. Смысла в этом перемирии иначе не было. Потому что фактически у войска наступали в тот момент, украинские войска отступали. И перемирие вот именно по каким-то военным действиям, по возможности захвата территорий, для него как раз было невыгодно. Оно было выгодно больше для Украины. Но именно с точки зрения реакции роста общества, с точки зрения роста оппозиционных настроений внутри России, вот это, скорее, остановило Путина. И именно поэтому, я думаю, он пошел на перемирие. И это говорит о том, что в данный момент, я думаю, все-таки хочется ограничиться вот не... Ну, то есть тоже ограничить военные действия, но создать там какую-то такую территорию по типу Приднестровья, которая постоянно бы была фактором влияния России на украинское руководство. Таким образом, если прогнозировать развитие событий, чего мы можем ожидать в ближайшем будущем? Ведь Украина, Порошенко четко сказал, что территориальная целостность – это не предмет переговоров. Ну, возможно, разные варианты. То есть, во-первых, переговоры могут затянуться очень сильно. Самое главное, чтобы в этой ситуации первый шаг и самое главное, чтобы было – это прекращение огня. Вот это первая ступень, которую важно пройти. Если удастся сохранить, дальше уже все будет решаться мирным путем. То есть, можно будет вести переговоры, можно будет договариваться, искать какие-то возможности, варианты, компромиссы и так далее. Но пока что, я так понимаю, что эта ситуация достаточно не ясна, и вот есть какой-то план условный, да, по нему будут двигаться вперед, но я думаю, что он будет меняться и как-то корректироваться в процессе в любом случае. Но самый важный фактор – это сейчас прекращение огня, прекращение военных действий и перевод вот этой ситуации в политическую плоскость, плоскость переговоров. Ну а что касается будущего вот этих двух областей, как вы относитесь к тем утверждениям, что якобы у Путина есть желание создать на территории этих двух областей некие территории в составе Украины, которые будут иметь право вето на какие-то позиции Украины в международном сообществе, предположим, там, вступление в НАТО, сближение с Евросоюзом и так далее. Да, абсолютно. Путин, в общем-то, ему это очень выгодно, именно потому, что вот таким образом он сможет удерживать постоянно Украину от вступления к выроге в НАТО, в Европейский Союз и вообще движение ее на Запад. Это может помешать введению в действие или вот уже действию соглашения в ассоциации о злово-невосвободной торговле? Ну, если, как, понимаете, сейчас мы не можем об этом говорить, потому что это еще не принято и не решено, то есть этой ситуации нет пока что. Можем об этом говорить как в гипотетических планах Путина, которые он собирается сделать. Но, опять-таки, то, что собирается Путин, не значит, что оно станет реальностью. Есть другая сторона, есть Порошенко, есть мировое сообщество, которое будет рассматривать все эти вещи с другой стороны. И здесь уже варианты о том, о чем они договорятся, каким образом. Это, ну, здесь сложно что прогнозировать, потому что все зависит от того, как будут эти переговоры. Сейчас базовый фактор, это очень важно, чтобы состоялось прекращение огня, и это прекращение огня не возобновлялось, потому что любой шаг назад будет деградация этого процесса. Как вы вообще оцениваете деятельность так званых контактных групп, вот этой контактной группы трехсторонней? Насколько эффективным она вам показалась? Ну, мы видим, что сейчас результаты есть достигнуты. Хотя, конечно, надо понимать, что контактная группа просто закрепляет то, что достигли участники переговоров, которые просто на них не показываются, не представляют себя. Да. Они просто, есть договоренность, сколько я понимаю, есть договоренность между Порошенко, Путиным, Обамой, Меркель, то есть мировыми лидерами. Контактная группа просто реализует, как бы, эти договоренности. Ну, понятно, что Путин не может, допустим, участвовать в этих переговорах, потому что если он будет в них участвовать, как страна, то будет как страна конфликта. Будет понятно, что он берет на себя ответственность за всю ситуацию на Востоке. Он этого не может делать. Соответственно, для Порошенко тоже участвовать в переговорах напрямую нереально, потому что означало бы, что он признает руководство этих республик самозванных, которого нет. Ну, поэтому вот контактная группа, это такой компромиссный вариант, который позволяет решать эти вопросы и в то же время сохранять лицо всем политикам. То есть сейчас вы считаете, что на Россию не ложится ответственность за решение этого вопроса? Несмотря на то, что, ну, и формально представитель от России там был, этих переговоров. Да, но Россия здесь, она же как страна, которая участвует, как заинтересованная страна в регулировании конфликта, но она не берет ответственность на себя как участника этого конфликта. То есть вот как бы есть отношения между Киевом и этими областями формально. А в дипломатии важна формальность. Вот эти формальности соблюдаются. Ну, а то, что неформально, все на самом деле знают, что происходит, но, как я же говорил, это помогает им сохранить лицо. Мы можем рассчитывать на то, что в ближайшем будущем все же сохранится, вот, или, скажем так, вот реально перестанут стрелять на этих территориях. Потому что, снова же уже не раз сегодня повторял в предыдущих эфирах о том, что есть жертвы среди наших военнослужащих с момента оглашения прекращения огня. И, на самом деле, вот что означает вот эти вот нападки сохранения огня? Это разведка боем? Или это просто низкоординированность среди тех групп, которые вот там действуют среди этих боевиков? Низкоординированность. И то, и другое, думаю. Низкоординированность, прежде всего, имеет влияние. Ну, потому что тяжело их контролировать, да, эта ситуация тем есть. Мы знаем, что там есть разные группы, которые борются между собой за источники финансирования. Даже между собой конкурируют группы террористов. И, с одной стороны, с другой стороны, разведка боем – это просто другое понятие, тактическое. Да, естественно, тоже используется и смотрит, насколько, допустим, насколько укреплен тот же Мариуполь, насколько там высокобоевой дух украинской армии, ну, что она будет делать и так далее. Насколько украинцы заинтересованы в прекращении, в прекращении огня? Да, да, да. Насколько могут ли они оказать сопротивление? Потому что в действительности тут есть разные вещи. Очень многие в той же Донецкой республике, им совсем, они не хотят перебирать. Вот. Но они вынуждены, на самом деле, понять, понятно, что если… А вот не хотят перемирия кто? Местные из Донецкой республики, предположим, или те люди, которые пришли из России? В данной ситуации, я думаю, что это скорее местные, которые привыкли решать все вопросы именно путем насилия, путем боевых действий. Они чувствуют в себе силу сейчас? Ну, украинская армия отступила. Естественно, они чувствуют в себе силу в этот момент. И, как бы, то есть они же не анализируют широко, то есть не мысляткими категориями. Они видят, что вот их теснили, 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 потом появились русские десантники, и они, значит, стали побеждать. И вот на этом накале их вдруг остановили. Естественно, вызывает в них недовольствие, потому что они не мыслят политическими категориями, они мыслят достаточно узко. Или мы их, или они нас. Вот. И в таком контексте, да, естественно, они недовольны тем, что происходит перемирие. Ну, здесь вопрос о том, насколько Путин может контролировать ту сторону. Потому что ту сторону контролирует только он. И, в принципе, если все состояние перемирия зависит именно от уровня контроля, который каждый из сторон обеспечит. То есть Порошенко контролирует силы АТО, украинских силовиков, и Путин, Кремль контролируют боевиков ДНР и ЛНР. Насколько удастся эффективно существовать этот контроль, настолько, собственно говоря, и возможны варианты сохранения перемирия. Вот остановка Путина на тех территориях, которые сейчас заняты его войсками, это гарантирует ему не введение санкций новых? Или же он рассчитывает на то, что и те санкции, которые, хотя бы часть тех санкций, которые были уже введены, могут быть ликвидированы, отменены? Санкции все равно, вот мы сегодня видели, сегодня приняли решение Совет Европы ввести санкции, причем в течение нескольких дней новые санкции. А позиция Запада здесь однозначно. То есть Россия должна оттуда убрать свои войска, убрать свое присутствие. И только тогда будет стоять вопрос обожмение. Да, и только тогда санкции снимут. То есть действительно, позиция очень жесткая Запада в этом вопросе. Я думаю, что Путин в данный момент, он старается выиграть время. То есть ему важно за какой-то короткий период времени, еще надо понимать, что санкции, они еще не оказали серьезного воздействия на Россию. Она будет там через месяц, два-три, тогда Россия их ощутит в полной мере. И вот Путин в этот временной промежуток рассчитывает выиграть как можно больше. Вот на это именно его ставка. А насколько для России болезненными могут быть введения следующего этапа санкций? Ну, уже даже те, что ввели, достаточно болезненные. Достаточно болезненные. И плюс к этому, я говорю, погибшие военные, которые погибают фактически ни за что. То есть непонятно, войны формально нет. И погибает большое количество людей. Естественно, это поднимает народные протесты, поднимает недовольство Путиным. Путиным позволяет оппозиции аккумулировать большие силы. И плюс, единственное, недовольство санкциями. Вот это и есть фактор. Фактически санкции – это фактор внутреннего давления на Путина. То есть санкции влияют на население России, на тот круг правящий, который близок к Путину. И оказывая давление санкциями на них, Запад рассчитывает, что они окажут давление на Путина. И заставят его прекратить эти действия. Как вы считаете, почему на российских каналах, которые мы понимаем, на самом деле, это один из инструментов большой путинской политики, сейчас заговорили, вот на Первом канале в частности, заговорили о том, что действительно есть жертвы среди российских военных на территории Украины? Ну, это фактор же невозможно скрывать, слишком большое количество. Сначала пытались скрыть, пытались блокировать сайты, пытались там всячески предпринимать меры, чтобы ни в коем случае не стало известным. Но сейчас просто стало понятно, что скрыть невозможно. И просто пропаганда меняет свой характер. Сейчас они будут как-то это объяснять по-другому. Значит, смотрите, крымская активистка, известная своими проукраинскими взглядами, Елизавета Богуцкая, которую 8 сентября после обыска в ее доме допрашивали на протяжении 6 часов, покинула аннексированный Крым. Мы знаем госпожу Богуцкую как активную проукраинскую деятельницу, которая не скрывала своих убеждений и получила маски-шоу у себя в квартире. Вот, как вы это оцените? Ну, в принципе, это... Кремль боится, на самом деле, таких людей? Ну, естественно, Кремль боится. Традиционные методы борьбы Кремля с оппозицией. Собственно, не только нынешнего Кремля, не только Путина. Это традиционно, это было и в Советском Союзе, это было, да, еще даже в времена Петра Первого. То есть, на самом деле, еще мало кто знает, но еще в времена Петра Первого была очень активная борьба с диссидентами. Велась тоже очень жесткая. То есть, это в традициях, в общем-то, в традициях Российской империи такие вещи, и такая борьба. Потом ничего удивительного здесь нет. Спасибо вам, Сергей Нестеренко, политический эксперт, был в этом часе в программе «Национальный интерес» на телеканале БТБ. Спасибо, что смотрите нас. Оставайтесь на БТБ. До встречи.